Здравствуйте, уважаемые ученики пятых классов! Мы переходим к изучению Азии во всеобщей истории. Глава пятая учебника. Она озаклавлена «Западная Азия в древности». Видеоурок тринадцатый, параграф тринадцатый учебника. Древние двуречия. Изучим четыре коротких вопроса. Сторона двух рек первый, башни до небес или от земли до неба второй. Письмена на глиняных табличках третий. И города из глиняных кирпичей четвертый вопрос. Понятие три, двуречия, шумеры, гильгамеш. Итак, первый вопрос. Страна двух рек. Эта страна лежит между двумя большими реками. Евфратом и тигром. Отсюда ее название. Двуречия или Междуречия. В истории Западной Азии эта двуречия свидетель великих держав. Ассирийской, Вавилонской, Персидской. И достижения культуры древних народов этой Западной Азии они сохраняют значение и в наши дни. Так, такие слова, которые родились в древнем двуречии, это законы, алфавит, Библия, железо, конница, осадная техника, международная торговля. Итак, почвы в Южном Двуречии удивительно плодородны. Так же, как и Нил в Египте, реки дарили жизни процветания этой теплой стране. Но разливы рек проходили бурно. Порой потоки воды обрушивались населения и пастбища, снося жилища и сараи для скота. Приходилось строить насыпи по берегам, чтобы наводнением не смыло пассива на полях. Для орошения полей и садов рыли каналы. Государства возникли здесь приблизительно в то же время, что и в долине Нила, более пяти тысяч лет тому назад. Башни от земли до неба. Над приземистыми городскими постройками возвышалась ступенчатая башня, уступы которой поднимались к небу. Так выглядел храм бога покровителя города. В одном городе это был бог солнца Шамаш, Шамаш, в другом бог луны Син. Все почитали бога воды также, Эа, ведь он питает влагой поля, дарит людям хлеб и жизнь. К богине плодородия и любви Иштар люди обращались с просьбами о богатых урожаях зерна и о рождении детей. И только жрецам было позволено подниматься на вершину башни в святилище. Те, кто оставался у подножия, верили, что жрецы там беседуют с богами. На этих башнях жрецы вели наблюдение за движением небесных богов, солнца и луны. Они составляли календарь, вычисляя сроки лунных затмений. По звездам предсказывали людям судьбу. Ученые жрецы занимались математикой. Число 60 они считали священным. Под влиянием древних жителей Дуречия мы делим час на 60 минут, а окружность на 360 градусов. Письмена на глиняных табличках. Раскапывая древние города Дуречия, археологи обнаружили таблички, покрытые значками в виде клинышков. Значки эти выглядели как выдавленные на таблички из мягкой глины концом специально заостренной палочки. Для придания твердости исписанные таблички обычно обжигали в печи. Клинообразные значки это особое письмо Дуречия Клинопись. Каждый знак в Клинописи происходит из рисунка и часто обозначает целое слово. Например, звезда, нога, плуг. Но многие знаки, выражающие короткие односложные слова, употреблялись и для передачи сочетания звуков и слогов. Например, слово гора звучало как кур, а значок гора обозначался также слог кур, как и в наших ребусах. В Клинописи несколько сот знаков и научиться читать и писать в Дуречии было не менее сложно, чем в Египте. Много лет надо было посещать школу песцов. Уроки продолжались ежедневно с восхода до заката. Мальчики старательно переписывали древние мифы и сказания, законы царей, таблички ученых и звездочетов, гадавших по звездам. Во главе школы стоял человек, которого почтительно именовали отцом школы. Ученики считались сыновьями школы, а один из работников школы назывался буквально так человек с палкой. Он следил за дисциплиной и, если надо, применял эту палку по назначению, как правило, по спине и чуть ниже. Города же строились из глиняных кирпичей. Древним народом, создавшим первое государство в Дуречии, были шумеры. Многие поселения древних шумеров, вырастая, превращались в города, центры небольших государств. Города обычно стояли на берегу реки или возле канала. Жители плавали между ними на суденышках, сплетенных из гибких веток и обтянутых кожей, как современные байдарки. Из многочисленных городов самыми крупными был Ур и Урук. В Южном Дворечии нет ни гор, ни лесов, а значит не могло быть строительства из камня или дерева. Дворцы, храмы, жилые дома, все здесь сооружалось из больших глиняных кирпичей. Дерево было очень дорого, деревянные двери имелись лишь в очень богатых домах, а в бедных домах вход закрывали циновкой. Туплива в Дворечии тоже было исключительно мало, и кирпичи не обжигали, а просто сушили на солнце. Не обожженный кирпич легко крошится, поэтому оборонительную городскую стену приходилось делать такой толщины, чтобы поверху могла проехать целая повозка или колесница. Подведем итог, задание на дом, объяснить значение слов, шумеры, клинопись, глиняная табличка, отец школа, сыновья школы. Проверим себя четырьмя проверочными вопросами. Первый, кому принадлежат имена Шамаш, Син, Эа и Штар? Второй вопрос, что общего в природных условиях Египта и Дворечия? В чем различие? Третий вопрос проверочный, для чего в Южном Дворечии возводились ступенчатые башни? И на корень четвертый, почему клинописи гораздо больше знаков, чем в азбуке букв? Спасибо за внимание. До следующего занятия. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...